В Наринмаре впервые в истории отметили народный праздник День Флора и Лавра. Они особые фигуры среди всего пантеона русских святых, так как являются покровителями крупного рогатого скота, в частности лошадей. По традиции в этот праздник лошадям устраивали выходной от работы, готовили особое лакомство и даже меняли им имидж. Зачем, знает Любовь Пермякова. В этот день на лошадях не работали. С утра их чистили, мыли, гриву заплетали в косы и украшали ее лентами. Все обряды на Руси строго соблюдались, ведь их неисполнение сулило беду, а послушание, наоборот, предвещало процветание и долгую жизнь скотины. Поэтому даже в самом бедном дворе коней старались не только нарядить, но и накормить досыта. В этот день даже на хлебе ставили знак конских копыт. Причем для лошадей пекли специальные лепешки или каравай. И угощали их с благодарностью. Кушай на здоровье, дорогой. И обязательным угощением были, конечно же, яблочки. И по поверью, тот человек, кто угостит в этот день лошадей яблочками и покормит, погладит, будет счастлив весь год. Причем угощали яблочками и другими лакомствами в этот день не только лошадей, но и другой домашний скот. А еще проводили ритуал с водой. Для этого на берег реки пригоняли лошадей, которых священник окроплял святой водой. При этом каждый хозяин, приводящий жеребца, старался, чтобы на его скотину попала хотя бы одна капля. По народным верованиям это должно было оберегать их от падежа и других неприятностей. Чтобы такие интересные традиции не забывались, конно-спортивный клуб «Фортуна» решил провести для окружных ребятишек лошадиный праздник. Отметили по-народному весело, с играми, песнями, плясками. Кстати, «Фортуна», который находится в районе факела и где постоянно проживает шесть лошадей и еще более 20 разных животных, это кролики, козы, морские свинки, инотовидная собака, носуха и корова, уже заслуженно полюбился многочисленным жителям округа. Очень интересно, познавательно, то, что можно поучиться кататься на лошадях бесплатно, ну и, в общем, животных много. А что ты пожелаешь лошадкам? Я желаю им быть здоровыми, сильными и много радостей. А много приезжает в день человек? Много, начиная от 10 до 15 до 30 по разными группами. Кто-то приезжает со школы, кто-то приезжает в садик, кто-то приезжает коллективно. Пустозерский дом, интернат, детский дом, все по-разному. Но здесь никогда не бывает безлюдно. Многолюдно было и на празднике Фрола и Лавра. Поздравить одного из самых почитаемых животных на Руси пришли более 70 детей и взрослых. Дети, три- radiantых животных на Руси. Поздравляем! 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 Третьего три- четыре! Поздравляем! Любовь Пермякова, Антон ВHam stripes, телеканал «Север». Продолжение следует...